Благотворительное ралли, развлечение выходного дня и сбор денег для детских домов. Такую акцию проводят в Донецке. Участники ралли соревновались на городских улицах, стараясь соблюдать правила дорожного движения. О гонках без соблазнов давить педаль газа в пол Станислав Мирошниченко. Полдень. На площадку перед стадионом «Шахтер» съезжаются первые участники городского ралли. Дончане Виктор и Юрий сегодня поедут в одном экипаже, как пилоты штурм. Парни участвуют в подобной гонке впервые, однако на победу также рассчитывают. Конкуренция будет серьезная, я смотрю, тут сзади даже «Лексус» стоит как. Ну, в данной ситуации «Лексус» это не показатель, потому что мы как бы гоняемся не на скорость, не на мощность, просто на правильность, на аккуратность и на внимательность. Бензином хорошо затарились? Да я думаю, нам 10 литров хватит. 10 литров хватит? Конечно. Лишний бензин, лишний вес. Среди зрителей городского ралли десятки детей-сирот. Ведь эта акция благотворительная. Все собранные средства, в том числе и от спонсоров, переведут на счета детских домов Донецка. В ожидании старта зрителей развлекают трюками паркура. И ездой на квадроцикле. Управляет квадроциклом стоимостью около 8 тысяч долларов чемпион Украины в этом виде спорта Павел Кучеренко. Мужчина признается, приехал сюда с одной целью. Поднять молодежь из-за компьютеров и приобщить к спорту. Я пропагандирую здоровые образы жизни и стараюсь подтянуть к своему движению молодых ребят толковых. Потому что в Союзе, когда я рос, было много кружков. Можно было выбирать и везде брали, везде учили. Сейчас этого нет. Тем временем организаторы ралли знакомят участников с правилами соревнований. Правила такие, как классического ралли, только с городской спецификой. В связи с светофорами, пробками, будет средняя скорость у гонщиков 50-60 километров по городу. У гонщиков нет привилегий на дороге. За превышение скорости будут снимать очки. А если нарушение заметит ГАИ, то придется еще и солидный штраф заплатить. Машины двигаются в общем потоке, соблюдая правила дорожного движения. Это одно из условий. Есть контрольные точки, о которых не знают участники. Естественно, предупреждены экипажи ГАИ и по пути следования машин будут посты стоять. За несколько минут перед стартом участникам ралли раздают карты с маршрутом, на которые гонщиков отправляют по одному. Шестерых раллищиков среди обычного потока машин можно различить лишь по наклеенным номерам. А победители определят в конце дня, когда подсчитают очки. Станислав Мирошниченко, Александр Шмырев, Телеканал Донбасс.